Всем привет, меня зовут Алена Полихович, и сегодня мы с вами продолжаем серию наших обучающих роликов по четвертой Google аналитике. В сегодняшнем ролике мы с вами больше познакомимся с интерфейсом новой Google аналитики, посмотрим где что располагается, как настроить нам больше сбор данных в четвертой Google аналитике, какие галочки нам стоит где включить, отключить для того, чтобы мы получали более точную статистику. Очень правильно настроить сбор данных с четвертой Google аналитики, потому что, например, если мы отключим какие-то галочки, то некоторые отчеты станут просто-напросто бесполезными, поэтому нам необходимо расширить сбор данных, есть в четвертой аналитике возможность увеличить поступление количества данных для анализа, также нам необходимо расширить срок хранения данных, потому что по умолчанию там очень маленький срок, всего лишь два месяца, и этого, конечно же, катастрофически мало, особенно если мы хотим накопить какую-то приличную статистику и дальше там сравнить какие-то определенные периоды, ну и также есть возможность отключить некоторые ненужные нам IP-адреса, например, внутренний трафик нашего офиса, скажем так, для того, чтобы статистика была у нас более точная. Так, и начнем мы с вами в первую очередь с настройки данных, заходим в панель администратор, настройки данных, раскрывается у нас вот такое меню, начинаем со сбора данных, обязательно смотрим, чтобы вот здесь у нас была включена галочка включения сбора данных для сигналов Google, очень важно, далее опускаемся вниз расширенные настройки для персонализации рекламы, обязательно тоже проверяем так, чтобы здесь у нас были включены нужные нам страны, а если вы находитесь в странах России, Украины, Беларуси, то есть странах СНГ ваш бизнес ориентирован в основном, то вы можете включить разрешить все, абсолютно все страны, если же ваш бизнес больше ориентирован на какие-то конкретные европейские страны, то здесь нужно подойти более внимательно к выбору стран, где вы хотите собирать персонализированные данные, то есть это нужно больше для того, чтобы вы как бы юридически верно и законно собирали данные и нажимаете после того, как выбрали конкретные нужные страны, передвинули ползунок, нажимаете применить, но очень важно это опуститься ниже до согласия с условиями сбора пользовательских данных и нажать я подтверждаю, это очень важно, потому что таким образом вы говорите и соглашаетесь о том, что вы предупреждаете свою целевую аудиторию, которая посещает ваш сайт, что вы собираете пользовательские данные и обязательно предупреждение соответствующее должно быть на вашем сайте, google это проверяет, если у вас не будет такого предупреждения, то вас могут ждать некоторые неприятности, ну как минимум у вас все эти галочки просто послетают и ничего не будет собираться, вот. Следующим очень важным пунктом мы переходим с вами в потоки данных, выбираем наш поток и попадаем в сведения о веб-потоке и смотрите, чтобы у вас здесь стоял ползунок на улучшенной статистике, по умолчанию он конечно проставляется автоматом, но на всякий случай лучше перепроверить и если он у вас отключен, то включить, почему это важно, потому что вы тогда бонусом начинаете отслеживать сразу кучу всяких событий, если нажать на шестеренку вы увидите, что по улучшенной статистике у вас здесь и прокрутка, исходящие клики, поиск по сайту, события связанные с видео, также скачивание файла регистрируется, можете просмотреть, также проставить ползунки, если они не проставлены и нажимаете кнопочку сохранить. После этого мы с вами идем в хранение данных, смотрите по умолчанию у нас здесь стоит два месяца, но у нас есть всего лишь два выбора, либо два месяца, либо четырнадцать месяцев и конечно лучше ставить 14 месяцев побольше для того, чтобы у нас данные хранились чуть дольше и соответственно у нас было больше статистики, потому что через два месяца данные уже не будет и соответственно вы, например, не сможете сравнить за более длинный период времени, как там вели ваши пользователи, например, поэтому лучше конечно ставить 14 месяцев и нажимаете кнопочку сохранить. Следующий очень важный пункт это исключение своего собственного внутреннего трафика, например, вашего офиса, это очень важно, особенно если у вас небольшой какой-то бизнес, да и там у вас какое-то там приложение или сайт, куда у вас поступает, приходит постоянно там не знаю 30-50 человек, к примеру, да и ваша команда состоит из 5-10 человек, которые постоянно что-то делают с вашим сайтом, постоянно заходят, делают определенные действия, чтобы там что-то понимать, да и так далее и соответственно если вы не исключите этот внутренний трафик вашего офиса, ваших сотрудников, то статистика будет немножечко такая смазанная и это как бы не совсем корректно, особенно если у вас там действительно не очень большое количество посещений и для этого мы можем перейти в фильтр данных и вот здесь у нас есть фильтр исключить внутренний трафик, мы можем это сделать, но есть одно маленькое но, что этот фильтр не всегда корректно работает и необходимо нам произвести чуть-чуть больше действий для того, чтобы фильтр заработал корректно. Итак, для этого мы с вами переходим в потоки данных, выбираем наш поток данных, прокручиваем вниз к дополнительным настройкам, выбираем дополнительные настройки добавления тегов и после этого выбираем конфигурации тегов определения внутреннего трафика и создаем правило. Здесь мы прописываем название правила, то есть например там наш офис, задаем значение, можно на кириллицу, можно на латиницу, можно с нижним подчеркиванием что-то добавить, как хотите и естественно вот здесь, где IP-адрес, мы выбираем наш IP-адрес, который нам необходимо исключить. Вот здесь есть подсказка, как узнать свой IP-адрес, вас перекинет естественно на вот такой вот гугловский сайт и вы просто его копируете, вставляете и нажимаете на кнопочку создать. После этого мы с вами возвращаемся в фильтр данных, нажимаем на кнопку создать фильтр, выбираем внутренний трафик, операция у нас исключить, вот здесь параметр у нас такой же, как мы прописывали его только что и выбираем состояние фильтра тестирование. Для начала лучше выбирать тестирование, он будет такой трафик помечаться, но не исключаться, если вы проверите, увидите, что все работает корректно, все корректно исключается, после этого вы можете всегда сюда вернуться и выбрать активно и данные уже будут соответственно обрабатываться. Это основное, что вам необходимо сделать. Ну и мы с вами переходим именно к интерфейсу новой Google аналитики. Как вы видите на главной, то есть на сводке отчета, у нас вот здесь есть поле отчет, исследование, реклама, конфигурация, сводка отчетов и здесь мы, как видим, все представлено в виде вот таких вот дашбордов со сводной сводкой о посещениях там вашего сайта и приложения на iOS или Android. То есть на главной мы видим количество пользователей, новых пользователей, среднее время взаимодействия и общий доход. Вот такие линейные графики оно предлагает. Вот здесь вверху мы можем выбрать нужный нам диапазон дат, то есть за вчера, текущую неделю, прошлую неделю, последние 7 дней, 28 дней, 30 дней, 90 дней или же последние 12 месяцев. И также мы можем построить, например, собственные, задать собственные даты там, например, за последние 14 дней, например. И видите, как график линейно начинает меняться. Ниже, если мы опустимся, мы увидим дашборд, который нам рассказывает, откуда пришли новые пользователи. Здесь у нас группа каналов и мы можем более посмотреть точно данные об источниках трафика и каналах. И опять же, вот здесь она нам показывает органический поиск, реферальный, видео и так далее. Вот здесь у нас есть такой вот линейный более график и внизу мы можем увидеть именно группы каналов разбитые по новым пользователям, взаимодействие, вовлеченность более точно. Ну и опять же, не забываем выбирать нужный нам диапазон дат. На следующем дашборде мы видим данные по странам, в которых находятся наши пользователи и их действие, взаимодействие с сайтом. То есть можем тоже кликнуть и более точно получить статистику, например, мы видим, что большинство из России, на втором месте Украина и так далее. Здесь вот внизу, если мы прокрутим, мы увидим более данных, то есть среднее взаимодействие с сайтом, количество событий и так далее. Также на главной можно посмотреть, насколько эффективно вы удерживаете пользователей и самые эффективные страницы. То есть здесь мы посмотрим на вернувшихся пользователей, можно посмотреть взаимодействие, удержание и так далее. Также можно посмотреть, какие события за выбранный вами период происходили на сайте, то есть это просмотр страницы, первый визит и так далее и количество этих событий. Естественно, можно посмотреть более расширенную статистику, если мы кликнем на просмотреть события. Здесь уже будет более точно выведен нам как график, так и разбивка. И также вы можете увидеть активность клиентов на разных устройствах и платформах, посмотреть технические данные, если особенно у вас есть там еще какое-то приложение. Данные в четвертой аналитике собираются статистически с учетом поведения посетителей, можно увидеть откуда пришел пользователь, что его больше всего интересовало, как он взаимодействует с вашим сайтом и здесь все данные это собираются вместе с учитывая ваш веб-сайт, а также ваше приложение. Система четвертой Google аналитики получила принципиально новое меню по сравнению с Universal аналитикой, где система строится на отчетах по принципу составления отчетов, а в четвертой Google аналитики включают ключевые показатели, которые характеризуют как пользователь взаимодействовал с вашим сайтом или же с вашим приложением. В Google аналитики обычной предыдущей версии меню делится на два больших раздела по принципу составления отчетов, то есть специальные отчеты, которые вы создаете сами, а также просто отчеты, то есть по шаблонным отчетам самой системы. В четвертой Google аналитике, как мы с вами видим, то система отчета сводится на, делится на жизненный цикл и на пользователя. Так, начнем с вами, допустим, с жизненного цикла, давайте посмотрим, тут у нас приводятся данные, которые характеризуют посетителей, то есть поведение посетителей в пределах подключенных потоков данных, только сайт или сайт или плюс приложение, здесь нам доступен источник трафика, обзор, взаимодействие, можем посмотреть конверсии события и монетизацию посмотреть и удержание, например, из источников трафика мы можем с вами посмотреть число новых пользователей, число новых сеансов, новых посетителей, которые у нас были, посмотреть более подробно по сеансам, среднее время взаимодействия, количество событий глянуть пользователей там за последние 30 минут, по параметрам посмотреть, ну и конечно не забываем о том, что мы смотрим вот тому выбору времени, который мы с вами установили, то есть в этом меню мы более точно смотрим конкретно нужные нам параметры, на главное у нас было более такое обзорное, а здесь мы уже конкретно можем зайти там, например, в источники трафика сразу же попасть, посмотреть сколько среднее время взаимодействия было, там привлечения трафика глянуть и так далее, если мы опустимся с вами ниже в пользователя, то мы увидим здесь демографию, где мы можем посмотреть обзор демографических данных, где нам доступны данные по аудитории в разрезе местоположения, то есть мы можем посмотреть здесь по городам, по странам, где и решить из каких стран наиболее и городов наиболее активно взаимодействуют с нашим сайтом, приложением и приносят нам доход, то есть если мы зайдем вот в этот отчет, нам будет более ясная картина, то есть мы здесь увидим и пользователей, и новых пользователей, и сеансы по взаимодействию, долю вовлеченности, конверсию, количество событий и это все с разбивкой на конкретные страны, если мы с вами опустимся ниже, выберем технологию, выберем обзор технических данных, то здесь будут представлены поведение пользователей в разрезе браузеров, с которых они переходили на ресурс, здесь мы можем посмотреть из каких браузеров было больше всего переходов, тип устройства, планшет это был, мобильное устройство или же ПК и также посмотреть разрешение экрана. Так, в поле взаимодействия в жизненном цикле у нас здесь представлены события и конверсии, где мы с вами можем увидеть информацию обо всех значимых событиях на сайте или же в приложении и также данные о конверсиях. Можем посмотреть, вот здесь у нас название наших событий и их количество, все пользователи и доход, если у нас есть какая-то электронная торговля. Здесь можно вот более точно посмотреть название событий. О том, как настраивать события, как настраивать конкретные конверсии, я уже рассказывала в своем предыдущем ролике, поэтому если вы его еще не смотрели, то обязательно посмотрите и научитесь правильно настраивать нужные вам конверсии. Подсказка будет где-то здесь. Также есть здесь у нас поле реклама, где мы можем посмотреть пути конверсии, как человек пришел для того, чтобы сделать нам конверсию. Вот здесь такой же в принципе отчет, как был в Universal Analytics. Можно глянуть и можно посмотреть сравнение моделей также. И еще есть вот такая полезная функция, это исследование, где вы можете, если вы перейдете в галерею шаблона, вы можете построить собственные отчеты и сделать какие-то исследования, которые вам необходимы. То есть тут у нас есть набор готовых инструментов, который поможет вам сделать нужный вам информативный дашборд. Ну а в поле конфигурация у нас здесь есть события, которые мы с вами настраивали, конверсии также, которые мы с вами настраиваем или же импортируем, об этом был мой предыдущий ролик. Также здесь у нас есть поле с аудиторием, где мы можем создать нам нашу аудиторию, например, все посетители. И debug view, с помощью которого мы можем отслеживать действия пользователей на сайте по времени. Также вы с помощью debug view можете посмотреть, правильно ли регистрируется ваш, например, исключенный трафик, который мы в начале ролика исключали. Для этого вам нужно будет установить расширение Google Analytics debugger на сайт, ссылку я вам оставлю в описании. Кстати, если мы вернемся с вами в отчеты, в сводку отчетов, есть очень крутая фишка, которая появилась только в четвертой Google Analytics. Вот здесь с правой стороны вы можете увидеть, она называется подсказки или же insight на английском. Она помогает нам отслеживать отклонения в статистике на сайте или же в приложении и предоставляет идеи для отчетов. Работает она, конечно, на машинном обучении и она также позволяет нам создавать нужные нам оповещения. То есть мы можем нажать смотреть статистику и вот здесь мы можем увидеть все подсказки, которые она нам предлагает, например, параметр конверсии резко вырос с 9 января по 15 января, параметры для жителей Киева резко вырос и так далее. То есть можно нажать еще и тут будет целая их куча, все зависит от того, сколько у вас трафика на сайте. Также вы можете нажать на кнопочку создать и можете сделать специальную статистику там создать, создать выбранное оповещение, которое вам нужно, например, отклонение в количестве конверсий за день. То есть если будет обнаружено отклонение в общем количестве конверсий за день, то вы получите уведомление по электронной почте. Можете проверить и создать, можете поставить вам нужные галочки или же задать собственные правила для создания нужной вам специальной статистики. Как я говорила уже ранее, то в четвертой Google аналитики здесь акцент делается именно на поведение пользователей, а не на сеансах посетителей, поэтому здесь немножко другая логика построения отчетов, их структурированности, появились новые какие-то показатели. Но нужно потихоньку уже учиться, привыкать, смотрите, тестируйте, кликайте по разным менюшкам, потому что рано или поздно вам все равно придется полностью переехать на четвертую Google аналитику. Если у вас остались какие-то вопросы, потому что видео было достаточно более таким обзорным, более такие, будем посмотрели функции, какие там есть, где они находятся. Если вас интересуют какие-то более конкретные вещи, задавайте вопросы в комментарии, также напишите, возможно, вы бы хотели видеть ролик на какую-то конкретную тему по четвертой Google аналитике, по какому-то конкретному вопросу и мы обязательно эту тему с вами разберем. Ну а если вам понравился данный ролик, то ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, вступайте в нашу Telegram группу, подписывайтесь на наш Instagram аккаунт также, следите за нашими новостями в группе, за нашими вебинарами и до новых встреч!